Начинается четвертый день моего путешествия. Я решил зависнуть здесь ожидаемо еще на один день. Все местные сказали мне обязательно посетить Бармани Мата Темпл. Информация была противоречивая. Должен ли я идти пешком или ехать? Ехать, говорят, виды потрясающие пешком. Ну вот, просто для здоровья полезно. Да и пройти по деревушке, не по проезжей части, это большое удовольствие. Вот так вот выглядит дубайский любитель баттерчикина после получасового трека в гору. Виды лугов, гор, зелени, водопадов и пасущихся коров ласкали глаз. Но чем ближе я подходил к храму, тем больше неустроенности и мусора встречалось на моем пути. К сожалению, это частая картина на популярных походных направлениях и паломнических местах. Сам храм не представлял собой ничего выдающегося, но пропотел я совершенно не зря. Во-первых, мне посчастливилось участвовать в религиозных церемониях, услышать традиционную музыку. И угоститься дамам. А главное, там я встретил Амита, человека, который определил ход моего дальнейшего путешествия. Он стал моим гидом по затерянным в горах поселкам, показал школу, в которой работает, рассказал много о жизни в Индии и даже пригласил к себе домой, о чем я расскажу позже. Весь день прошел в общении с Амитом. Мы бродили по полям, гоняли на его машине по окрестностям и, как положено, терли за женщин, деньги и политику. Поначалу Амит скромничал и не хотел попасть в кадр, но в следующие дни немного осмелел. После посещения храма мы вернулись в Бармур, побродили по площади, поужинали и разошлись по домам, договорившись встретиться на следующий день и осмотреть две крохотные деревни, в одной из которых Амит работает, а в другой живет. Продолжение следует...